Авиаудары режима Башара Асада и России по мирному населению в Алеппо могут квалифицировать как военные преступления. Об этом говорится в заявлении главмист стран Евросоюза. В документе осуждаются действия режима и его союзников. Говорится, что удары по восточной части города непропорциональны. Особо подчеркивается, что среди целей часто выступают больницы, школы, медицинский персонал и важная инфраструктура. Для нанесения авиаударов используются бочковые и кассетные бомбы, химическое оружие. Пересречи министра, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магерини заявила. Рассмотреть новые санкции в отношении России за ее действия в Сирии пока никто не предлагал. Стороны конфликта в Йемене договорились о временном перемирии. Оно наступит в четверг и продлится 72 часа. Об этом заявил спецпредставитель ООН по Йемену Исмаил Ультшейх Ахмед. Он призвал все стороны строго соблюдать перемирие и обеспечить мирному населению доступ к гуманитарной помощи. Напомним, накануне глава Госдепартамента США Джон Керри и глава Медвеликобритании Борис Джонсон призвали установить в Йемене перемирие в кратчайшие сроки без предварительных условий. Польский перевозчик запускает маршруты в Украину. С 21 октября начнет работать польский баз. Компания открывает два направления – Щецин-Черновцы, через Львов и Ивано-Франковский автобус Познан-Херсон. Его маршрут будет пролегать через Львов, Тернополь и Винницу. Поездки будут с пересадкой в Украине. Спецоперация в Перу. В этих клетках морские львята и сегодня у них счастливый день. После месяцев реабилитации их выпустят на волю в их естественную среду обитания. «Мы на островах Паламина выпускаем на волю девять морских львов возрастом от семи до восьми месяцев. Эти львята – выжившие в серии убийств вдоль побережья Лимы. Погибло около 70 самок. У всех были детеныши. Перед самой Лимой и к югу от города». По данным природозащитников, морских львиц убили местные рыбаки. Отравили либо забили. Сиротами остались около 50 малышей. Многие из них погибли, поскольку были не в состоянии питаться самостоятельно. 30 из них удалось спасти неправительственной организации ОРКа при сотрудничестве с экологической полицией Перу. И вот треть уже готова вернуться в дикую природу. «Эти львята долго восстанавливались, не менее шести недель, чтобы иметь возможность выжить самостоятельно. Мы кормили их кусочками рыбы по специальной формуле, чтобы убедиться, что они смогут есть рыбу самостоятельно, а потом и рыбу в воде». Популяция морских львов продолжает уменьшаться. Причины – чрезмерный вылов рыбы, которые они питаются, а также опасность, исходящая от сетей динамита, которые используют рыбаки. Нехватка пищи вынуждает животных, подходить все ближе к местам, где живут люди. Там им также грозит опасность. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы ситуация может стать еще хуже из-за уменьшения объемов биомассы в прибрежных районах и влияния изменения климата.